О проблемах инвесторов, которые вложили свои деньги в новостройку на Красном проспекте 169-2, впервые прецедент рассказал в декабре прошлого года. Тогда сроки сдачи дома уже не были выдержаны. И хотя разрешение на ввод в эксплуатацию было подписано 31 декабря и стало настоящим подарком к Новому году, но тем не менее 8 месяцев спустя у нас появился новый информационный повод говорить о проблемах этого объекта. Та ситуация, в которой мы оказались, она все-таки не совсем понятна нам. Почему возникает задержка со стороны соответствующих органов, вызывает у нас большие вопросы, наверное, даже возмущение. Чтобы понять природу этих проблем, не обойтись без ретроспективы. Итак, разрешение на строительство дома датировано 2011-м. Первоначально проект предусматривал возведение 17-ти этажки, но позже новостройка потеряла несколько этажей. Жизнь внесла коррективы и в другие бизнес-планы. Изначально предполагалось, что въезд на парковку будет располагаться со стороны Центра высшего спортивного мастерства. Но на этом месте выросло незаконно построенное крыльцо. Арбитражный суд даже принял решение о его демонтаже. Но этот вердикт и до сих пор не исполнен. Нам суд предложил снести зону. Сколько снести, сколько метров, они это не указали. Я поняла. Скажите, вы обратились в суд для того, чтобы суд вам разъяснил? Почему я должен обращаться в суд? Потому что вы проиграли судебный процесс. Ну и что? Я проиграл, но я выполнить его не могу, потому что нет условий. Я считаю, что решение суда было не совсем объективное. Это, как вы полагаете, вам дает право не исполнять решение суда? Я думаю, да. Так, в одночасье решение суда превращается в фикцию, а правовой нигилизм – в философию жизни. Видимо, не надеясь на чью-то законопослушность, застройщик рассмотрел альтернативу. Въезд на подземный паркинг возможен и при сносе двухэтажки 40-го года рождения. Для реализации этого компромисса ООО «Союз-10» расселило пять квартир из восьми. Но этот процесс заколодило на трех оставшихся квартирах, две из которых выведены из жилого фонда. Кто разрешил изменить их статус на нежилые помещения, когда судьба городского доходяки была уже предрешена, осталась загадкой. Договориться же с собственниками об оптимальной цене вопроса так и не получилось. Выходом из этого тупика год назад стало разделение строительства на два этапа. Первый этап – строительство жилого дома. И второй этап – подземная парковка. Мы 31 октября 2013 года выдали заключение на первый этап строительства многоэтажного жилого дома с помещения общественного назначения – подземная автостоянка и трансформаторная подстанция. Таким образом, во второй этап перешло строительство подземной автостоянки. На излете прошлого года, комментируя хитросплетение этой истории, министр строительства и ЖКХ Денис Вершинин оценил все происходящее следующим образом. Я знаю, что между застройщиком и мэрией города Новосибирска идут определенные разбирательства. И не хотелось бы и не буду комментировать, чем они закончатся. Потому что для себя самая главная задача – понимаю задачу ввода этого дома в эксплуатацию. Итак, сдача самого дома попала в итоговые сводки 2013-го. Но вот второй этап строительства опять заволокитился. Камень преткновения – все та же полуживая двухэтажка. И это при том, что на совещании в профильном областном министерстве еще 1 октября прошлого года мэрия взяла на себя обязательства по расселению и сносу дряхлого доживала. Финишным сроком было определено 1 июня 2014-го. Но приняты на себя городскими властями обязательства так и остались только декларации. Между тем новостройка обживается ремонтами. С каждым месяцем здесь рассвечивается все больше окон. И с каждым месяцем отсутствие паркинга становится все более очевидным. На проспекте здесь 10 мест парковочных. Совершенно верно. Если мне повезет вечером подъехать и будет свободное место, то да, я могу здесь. Или прямо вот там на проспекте. Или на проспекте с нарушением правил дорожного движения. А вот внутрь двора сколько машин заезжает? Внутрь двора максимум сейчас 5 машин может заехать. А когда все сделают ремонт и приедут, это будет совсем не так? Это будет транспортный коллапс. Мы сталкиваемся с усердием отдельных чиновников чинить препятствия. Были приняты решения судов, реализация которых позволила бы не допустить сложившуюся ситуацию. Кстати, еще одним решением суда распоряжение мэрии об уменьшении первоначальной площади земельного участка, отданного в аренду под строительство, было признано незаконным. Но коррективы в спорный документ так и не были внесены. В результате... Мы, собственники жилья в этом хорошем, красивом доме, по-прежнему живем на строительной площадке. Сейчас упирается все в то, что у нас нет возможности построить въезд в эту парковку. Чей это зона компетенции? Я думаю, что это зона компетенции городских властей. В итоге, стерзанные многомесячным ожиданием люди попросили признать за ними статус обманутых дольщиков, а их многострадальный дом включить в программу ликвидации долгостроев. Любопытен ответ, который дал исполняющий обязанности начальника департамента строительства и архитектуры Иван Шмидт. Он не поленился на длинную справку о программе ликвидации долгостроев. Правда, Иван Иванович оставил за кадром неудобные темы. Вроде той, почему мэрии не выполнены обязательства, взятые на себя еще в прошлом году. И почему игнорируются решения судов и исполнительные листы. По прошлогоднему решению Министерства строительства Новосибирской области дом вообще должен был быть уже снесен. Но, к сожалению, до сих пор он даже не признан ветхим и аварийным. В связи с тем, мы недавно подали документы в жилищную комиссию о признании дома ветхим и аварийным. Но, к сожалению, у одного нашего высокопоставленного городского чиновника по этому вопросу сложилось свое мнение. Кстати, до сих пор нам протокол оседания этой комиссии не выдали. И хотя по формальному признаку дедлайн завершение второго этапа строительства определен октябрем, но не надо быть правительством, чтобы понять, уложиться в эти сроки вряд ли удастся. Вот так уже во второй раз инвесторы дома чувствуют себя обманутыми дольщиками. Кстати, в разговоре с нами Виктор Захаров так и не смог взять в толк, отчего они так обеспокоены, при этом утверждая, что... Социально значимый объект, по-моему, только улучшает комфортность. Не спорю, а отсутствие парковки... Есть там парковка, есть парковка у них внизу. Эта маленькая рокировка, как пословица, близок локоть, да не укусишь. Парковка Союзом-10 действительно построена, но пользоваться ею без проезда нельзя. Доступ к ней и до сих пор мешают неисполненные решения арбитражных судов. Видимо, мэрии не досуг. Вместе с тем, очевидно, что серьезно отнестись к задаче сноса 75-летнего старца, жильцы которого застройщиком, кстати, расселены, давно пора. Субтитры создавал DimaTorzok